В продолжение международной тематики Джо Байден пообещал американцам 100 миллионов доз антиковидной вакцины в ближайшие 10 дней. Другая амбициозная цель демократа – раздать 100 миллионов чеков в качестве финансовой поддержки в период пандемии в течение 100 дней. Заявления президента из Белого дома звучат на фоне турне его заместителя Камалы Харрис и первой леди Джилл Байден по штатам Америки. Подробнее расскажет мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Приветствую, Мариян. Похоже, что спасательный круг демократов уже спущен на воду. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Джо Байден заявил помощь ближе, чем кажется. Через 10 дней американцы получат 100 миллионов уколов антиковидной прививки. Напомню, ко вчерашнему дню как минимум одну дозу получили более 70 миллионов американцев. А полностью привиты 38 миллионов граждан. Когда на прошлой неделе я подписал американский план спасения, я сказал, что помощь близко. На этой неделе я могу сказать, что она уже здесь. В течение 10 дней мы достигнем двух масштабных целей. Во-первых, в руки американцев ведут 100 миллионов уколов вакцины. Во-вторых, в ближайшие 100 дней в карманах соотечественников появится 100 миллионов чеков. Напомню, согласно американскому плану спасения, почти 2 триллиона долларов отложены на прямые выплаты населения и покупку дополнительных объемов вакцины в том числе. Вице-президент Камала Харрис и первая леди Джилл Байден уже отправились в турне по американским штатам, чтобы рассказать о планируемых мерах и ускорить вакцинацию. В программе «Роуд-шоу» значатся и красные штаты, которые будут важны на следующих президентских выборах. Это Невада, Колорадо, Пенсильвания, Джорджия и другие. Отмечу, республиканцы выступили против антикризисного пакета мер, который увеличит госдолг до 4 триллионов долларов. Но это не остановило их политических оппонентов. Накануне демократы побывали в Нью-Джерси и Лас-Ведесе. Президент Байден подписал план спасения, и теперь помощь уже здесь. Помощь здесь. Если в США надежды с каждым днем крепнут, то в Европе обратный тренд. Страны одна за другой приостанавливают вакцинацию британско-шведским препаратом AstraZeneca. Накануне список временных отказников пополнили Германия, Франция, Италия и другие. Правительства стран опасаются проявлений побочных эффектов у привитых. Прецеденты уже есть. Однако в ВОЗ пока не нашли связи между летальными исходами от тромбоза и уколами AstraZeneca. А потому призывают европейцев не прониковать. И напоминают, смертельный вирус унял жизни почти трех миллионов человек по всему миру. Мариян. Спасибо, Айсанж.